...обо всем Солнце, о черных жирах, о наварчиках, и, как правило, очень мало говорится о той среде, которая есть начало всего сущего. Но мне хотелось бы не только что-то рассказать вам, но и задать определенный вопрос, чтобы понять, насколько вам это интересно и знакомо. Поэтому активнее отвечайте. И мой первый вопрос будет такой. Откуда астрономы узнали о том, что существует межзвездная среда? Вот можно ли глазом или в небольшой телескоп или в хороший бинокль увидеть на небе какие-то признаки существования чего-то помимо звезд и планеты? Ну или тело в области, если все. Кто может? Откуда? Можете ли вы что-то придумать, увидеть? Куда наведете телескоп или бинокль? Или, может быть, глазом увидите? Ну, ну? Ну громче, чтоб все слышали. А вы можете смотреть в радиодиапазоне глазами или через бинокль? Нет. А вот я имею в виду любительский бинокль. Да, пожалуйста. Туманность Андромеды? Вы сказали, туманность Андромеды? А какое это отношение между звездной среде? Ну, мы сейчас говорим о межзвездной среде. Откуда вообще мы знаем, что там между звездами что-то есть? Давайте только громко. Можем навестись на другую туманность Андромеды. Какая туманность? Ну, скажем, туманность Ириона. Так, отлично. Принимается ответ. Правильно. А может, можно навестись на Млечный Путь? Так. И там можно увидеть, что есть газ. А как это увидеть? Который закрывается. Каким глазом? Он цвет закрывается. А газ? Да газ прозрачнее любого стеклышка. Он ничего не закрывает. В смысле, он поглощает? Газ? Пыль. Пыль поглощает. Правильно. Только не газ, а пыль. Вот. Хорошо. Оба ответы принимаются. И поэтому давайте пойдем по следам этих ответов. Найти с блинов на садвезии Ириона. Знакомы на садвезии? Да. Это Бетельгейзе. Это Саиф. Это Рикель. А еще? Беладрес. Какая? А что там висит? Вот остался сверху. Как называется? Беладрес. Правильно? Да. Хорошо. А где туманность Ириона? Вот. Она находится на улице. Это? Да. Правильно. Это туманность, которую можно увидеть в хороший бинокль. Как сладенькое такое свечение. А вот теперь давайте подумаем даже глазом. Люди, которые очень хорошее зрение имеют, говорят, что маленькая облачь, чтобы видеть глазом. Видел? Глазом. Без тряпого телескопа. Глазом. Отличные. Отличные глаза. Вообще встречаются люди с потрясающим зрением. У меня одна знакомая, которая вообще очень далека от астрономии, она врач, она говорит, я показываю Юпитер, а она говорит, что эти такие маленькие двеночки были сейчас рядом. Спутники уйдут. Даже не могла сосчитать, но увидел, что там что-то есть. Вот. Это редкий случай. Но туманность Ориона действительно можно увидеть глазом. Тут контрастное должно быть хорошее. Но, а кто первый открыл? И когда открыли? Что это открыли в каменном веке? До нашей эры? Или это в прошлом веке? Когда? По туманности Ориона? Пояс. Пояс, это не то. Я говорю про туманность Ориона, про газ. Ну, хорошо. Я вам расскажу, когда это было идем. Во-первых, это был 17 век. И первый человек, который открыл существование этого объекта, это был француз Павриди Переск. Он был одновременно ученым, он был очень талантливым человеком, и одновременно довольно крупным католическим священником. Вот это вполне, так сказать, совместимые вещи, не единственный пример такого рода. Он занимался астрономией, занимался историей, занимался биологией, геологией. И вот сам он считал себя учеником Галилео Галилея. Был всем знаком. И, конечно, Галилея на эти трудные позиции жестоко осудил. В тюрьму его не сажал, но резко ограничивал его возможности вести наблюдение. И Павриди Переск довольно много усилий потратил на то, чтобы этот приговор Галилея был смягчен. Он не мог открыто встать на его сторону, это было бесполезно и бессмысленно. Но сделал все возможное через знакомство, через людей, которые его уважали, чтобы не так и слишком строго отнеслись к заблуждениям Галилея Галилея. Сам Павриди Переск придерживался схемы строения мира Тихо Брайка. То есть все планеты обращаются вокруг Солнца. А Солнце вместе с планетами вокруг Земли. Ну, это XVII век. Он открытие свое записал. Потом оно, уже через какое-то время, было ясно, что именно он был первым. Первые наблюдения. Он был более искусственным наблюдателем, чем Галео Галилей. Галео Галилей осматривал все созвездия Ориона, никаких туманов всегда не замечал. Теперь, с физической точки зрения, это очень большой объект. Расстояние в 1300 световых лет, диаметр около 20 световых лет. То есть там поместились бы все ближайшие к Солнцу звезды, несколько десятков звезд могли поместиться внутри того объема, который занимает эта туманность. Ну вот, когда вы смотрите на фотографии, вы видите, что это изображение цветное. И это не покрашено, конечно. Это реальные цвета, но очень сильно контрастировано. Потому что, если вы будете смотреть глазом или телескопом, вы ярких цветов не почувствуете. Вы будете видеть только чуть-чуть розоватую или голубоватую окраску. Но на фотографиях можно любоваться переливами красок. Но надо иметь в виду, что разные цвета – это излучение линий разных гранов. Красный цвет, который вообще преобладает на фотографиях далеких туманностей – это линия излучения водорода. Она называется «Шарфа». Это одна из нескольких самых ярких эмиссионных линий, которые дают газовую туманность. Ну вот, мы, конечно, видим здесь довольно сложный конгломерат газа различной температуры и плотности, даже в разном физическом состоянии. Вот та туманность, которая видна чуть ниже, вернее, чуть левее, у нее механизм излучения света совсем не такой, как у туманности Ориона. То есть это разные условия, в которых находится газо-полевая среда. А мы все это воспринимаем как одну туманность. И эта туманность, она рождена фактически одной, единственной звездой, очень горячей звездой, которая находится внутри. И если она потухнет, то очень скоро туманность исчезнет. То есть это вообще говорят… Все остальные звезды маленькую роль здесь играют. Вот одна очень горячая, массивная звезда. Почему она, может, смогла образовать такой красивый фейерверк, такое красивое газовое облако. Об этом мы поговорим чуть-чуть больше. Второе, значит, вы сказали насчет Млечного пути, правильно? Вот фотография Млечного пути. Ну, это, конечно, сильно антрастированная фотография. Так, ладно, не так никогда его не увидите. Но то, что Млечный путь в отдельных местах разбивается на два волокна и имеет такие неровные очертания, это, конечно, результат существования международной среды. Но до этого надо было еще додуматься. Потому что никаких средств доказать или проверить такую гипотезу долгое время у астрономов не было. На самом деле мы сейчас знаем, что, во-первых, Млечный путь состоит из звезд. В книжках часто пишут, что в телескоп Млечный путь виден как совокупность большого количества звезд, так это раскладывается на мелкие далекие звезды. Это неправильно. Ни в какой телескоп Млечный путь на звезды не раскладывается. Слишком далеки звезды, слишком мала их светимость. В телескоп можно увидеть очень большое количество отдельных звезд вблизи Млечного пути, да и в пределах самого Млечного пути. Большое количество отдельных звезд. Но они все будут видны на фоне как бы такого светлого тумана, связанного, конечно, с еще более далекими звездами. Но вот этот вот далекий светлый туман, совокупность далеких звезд, уже на отдельные звезды не раскладывается, потому что у них средняя звездная величина 30-31. Ну, невозможно разделить на отдельные точки в ближнем пути. Ну, неважно. Есть еще одна вещь, которую часто путают. Вот говорят, что вот эта вот туманность Ориона – это газовая туманность, а вот эти вот темные пятна – это пылевые туманности. Так вот, пылевые туманности еще не обнаружены в природе. И туманность Ориона, и то вещество, которое здесь нам проектируется темными пятнами на Млечный путь, они содержат примерно одинаковое относительное количество газа и пыли. Примерно 1% по массе приходится на пыль, 99% на газ. И этот процент, ну, он колеблется, конечно, где-то больше, где-то меньше, но всегда пыль и газ хорошо перемешаны, и газ всегда преобладает. Поэтому, когда вы смотрите на темные туманности, вы имеете в виду, что на самом деле свет поглощается пылью, но основная масса в них – это не пыль, это газ. Ну вот, иногда такие туманности выглядят очень зловеще. Как вот, например, такой темный туман из Барнарда. Здесь, когда первые телескопические наблюдения, большими телескопами, проведенные Гершелем, привели к открытию таких темных пятен, Гершель просто недоумевал. И одно из его предположений было то, что мы здесь видим как бы отверстие в звездном небе. А вот уже так, там дальше уже настоящая бесконечность, без звезд. Но очень скоро он понял, что на самом деле совсем не обязательно продерживаться с такой точки зрения, значит, просто что-то здесь проектируется на Млечный путь или на области, где звезд очень много. Вот такие вот темные туманности называются глобулами. Ну какая их масса? Естественно, у них тоже основная масса здесь заключена в газе. Но если все это взвесить, будет где-то две-три массы Солнца. И все. Это сравнительно маломассивные туманности, но они плотные. Они плотные, там уже мы не видим сквозь них, ну только, я знаю, что по краешку, а так вот сквозь них мы не видим звезды даже в инфракрасном диапазоне. Только края остались чуть более прозрачными. Поэтому такие туманности, они по прозрачности мало отличаются от листа кровельного железа. То есть ничего не пропускает. Но на самом-то деле, конечно, там нет ничего твердого. Все связано с большим количеством пулинок, сквозь которых свет не может просочиться. Иногда такие туманности бывают еще меньшего размера. Это довольно краткоживущее образование, потому что они прогреваются окружающей средой, исчезают, появляются в других местах. Очень любопытно исследовать судьбу таких плотных областей газа, сравнительно плотных. Мы об этом поговорим еще чуть-чуть позднее. Сейчас я дам вам еще одно свидетельство среды межзвездной. Что это за звездная конфигурация? Что это такое фотография? Плеяды. Плеяды. Не узнали? Это Плеяды. Это фотография. Лимитерским телескопом сделаны. А что кругом светится? Это то же самое, как туманность Ориона? Нет. Если мы посмотрим на спектр не этих звезд, а спектр вот этого светящегося угла вокруг них, то мы видим те же самые линии, как в спектре звезды, а не как в туманности Ориона. Потому что они светят рассеянным светом звезд. Это пыль, достаточно холодная, которая сама не излучает в этом диапазоне, а просто рассеивает свет тех звезд, которые рядом находятся. Такие туманности получили название «отражательные туманности». Они как бы отражают, рассеивают свет звезд, которые недалеко от них располагаются. В телескоп даже маленький можно увидеть объекты и другого типа. А это что такое? А у них есть туманность, да? Правильно. Но общее название этой туманности какое? Планетарная. Почему они называются планетарные? Здесь даже трудно сказать. Скорее всего открыть, потому что они отличались от звезд. Они выглядели как размытые пятна, но пятна вполне конечного, углового размера. И можно было предположить, что это те сгустки вещества, из которых рождаются планеты. Но на самом деле, конечно, это не так. Планетарная туманность – это уже результат эволюции звезд. Но это название сохранилось и используется в настоящем времени очень широко. Мы посмотрим просто какую-то область неба, где нет четко выраженных туманностей. Но если сделать достаточно длинную экспозицию при фотографировании какой-либо области млечного пути, то получится вот такая фотография. Она не цветная, это черно-белая. Черно-белые фотографии часто более информативные, в плане мелких деталей. Вы здесь видите тоже темные вкрапления пыли. Почему же тогда где-то темные, а где-то светлые? Просто когда мы какой-то газ вместе с пылью сжимаем, то концентрация пыли повышается, это сжатая. И среда становится менее прозрачной. Поэтому, когда вы видите на фоне такого яркого сечения темные пятна, это значит, что это тот же самый газ, но только сжатый, более плотный. Поэтому, например, когда стали все-таки подвискивать те места, где могли бы образовываться звезды, прежде всего, и обратили внимание на такие плотные области, которые из-за повышенной концентрации выглядят как темные пятна на светлом фоне. Если, конечно, светлый фон есть, а если нет светлого фона, мы ничего не видим. Если взять куб в пространстве, и каждая сторона куба, где вот большой, тысяча километров, ну вы представляете сейчас, что такое тысяча километров, тысяча на тысяча на тысяча, это сколько кубических километров? Миллиард. Правильно, миллиард кубических километров. Ну, это величина, но надо сразу сказать, что мы должны представлять, что такое большое число, потому что, я не знаю, вот обычно школьники, вот я не знаю, как вы, вы, конечно, все исключения, но вообще-то школьники не представляют, что такое миллиард. Я спросил вот, вот это ли в книжке миллиард листов, какой будет толщины, влезет на полку или нет? Миллиард лишь вот наши, вот так вот разводить руками какая толщина. Обычные листы бумаги, вот их миллиард, ну легко посчитать. У вас есть толстые книжки, посмотрите их толщину, потом сделаете пропорцию, напишите. Так вот, книжка в миллиард листов имеет толщину 100 км. КИ-ЛА-МЕТРОВ. Ну так вот, если будет взять миллиард кубических километров, вот так вот, тысяча на тысяча на тысяча, то в пределах этого куба будет в среднем содержаться всего 1 грамм вещества. Вот это типичная плотность междвездной среды. Мало, но с этого начинается история всех космических объектов с такой маленькой плотностью. Значит, что содержит межзвездная среда? Межзвездная среда, как и планетная среда, с которой вы знаете, содержит разреженный газ 1, 2 и космические лучи, то есть быстрые частицы, которые содержат всю космическую пространство. Вот вам такой грубо состав межзвездной среды. А вот теперь вопрос. Чем отличается межзвездная среда от межпланетной среды? Ну, по своим способствам, подумайте. А? Нет, ну, планета здесь ни при чем. Я говорю только о среде. Межпланетная – это значит между планетами. Межзвездная – значит между звездами. Сами планеты и сами приемы включаются. Вот то же самое. Газ есть, пыль есть, космические лучи есть. Чем отличается? Кто может сказать? А громче? Межзвездная – это не обязательно. Не обязательно. У Юпитера, Ураны, осмысленность, дороги. Будет меньше, да? А? — По плотности и по температуре улитров? — Нет, я-то никто не знает. — Межпланетный светит, но что-то света больше зависит от самой звезды, она ближе к звезде. — Ну а межпланетный от Солнца в том же звезда. — Соответственно, звёздный ветер может сдуть радиацию. — Где? Межзвёздный? — Межпланетный. — Ну, идея верная, только не оформленная до конца. Значит, межпланетная среда — это прежде всего Солнечный свет. Ну, конечно, полевая составляющая есть. Ну, давайте вспомним. Вот как выглядит комета, вы знаете? Почему у комет хвост направлен в сторону от Солнца? — Солнечный свет. — А? — Конечно. — Это непрерывно солнечный ветер, который дует круглосуточно, можно сказать. Это реальные ускоренные съёмки. Так выглядят Солнце и потоки солнечного вещества, которые разлетаются по всей Солнечной системе. Это Сильки космического аппарата Соба. Кстати, а в каком диапазоне сделано это Сильки? — Как вы думаете? — Мам? — В каком диапазоне спектр? — Ну, что мы с ним задумывались? — Посмотрите, лежать, ничего знакомого не видит. Он приятный руку. Наверху. Справа. Это отлично. Я позор. Хотя сам солнечный ветер, конечно, он очень горячий. Но солнечный ветер выметает газ, поэтому такого стационарного газа в Солнечной системе нет. Пылинки ведут себя по разному. Вблизи Солнца пылинки могут спиралить на Солнце. На больших расстояниях они уходят от Солнца. Потому что здесь действует эффект давления солнечного возлучения и в том и другом случае. Ну, а вот что касается плотности, то солнечный ветер очень разрежен. В каждом кубическом сантиметре вещества солнечного ветра, которые доходят до орбы и до Земли, содержится, грубо говоря, несколько частей. Ну, 10, скажем. Это не намного больше, чем средняя плотность межзвездного пространства. Поэтому по плотности различия там не принципиально, а вот по поведению, то, что здесь расширение происходит, движение ветра и по температуре, которая высокая, различие очень большое. Солнечный ветер как раз ограничивает объем, который мы и, собственно, называем солнечной системой. Дальше уже идет столкновение с набегающим потоком межзвездной среды. Рождается фронт ударной волны, потому что Солнце движется со сверхзвездной скорости в межзвездном пространстве. А та область, которая наполнена солнечным ветром, она всегда дает у себя знать, если космический аппарат движется по ней, то он может регистрировать потоки заряженных частиц и регистрировать магнитные поля, которые солнечный ветер переносит. Вот два аппарата сейчас прошли границу между тем фронтом, где останавливается солнечный ветер, и тем фронтом, который уже рядом с взаимодействием гелиосферы нашей с межзвездной средой. И эти аппараты вы знаете, о них вчера говорили, Voyager 1, Voyager 2, оба аппарата опущены в 1977 году, представляете, как долго они работают и сохраняют свою работоспособность до сих пор. Они, эти два аппарата, уже сейчас движутся в межзвездном пространстве. А нас солнечный ветер защищают от межзвездного пространства. Кстати, в солнечный ветер есть еще солнечные космические лучи, а вот есть еще космические лучи, которые галактические, более интенсивные. Их, к счастью, значительно меньше по количеству, иначе бы создались дополнительные проблемы выживаемости на планетах. Но как раз галактические и космические лучи, которые энергии имеют большую, они проскакивают, вот и все эти фронты, и поэтому они могут их улавливать на Земле, и эти космические лучи доходят почти до поверхности Земли. Космические лучи большой энергии. Но, конечно, в пределах Солнечной системы, в пределах гелиосферы, основное, это менее энергичные космические лучи, источником которых является Солнце. А вот что дальше будет? Мы выйдем куда-нибудь подальше от Солнца, рассмотрим, где Солнце находится. Оказывается, что, выйдя из гелиосферы, мы попадем во внешнюю часть так называемого местного облака. Это водородное гелевое облако, которое имеет температуру 8-9 тысяч градусов, мы как раз попадаем в это облако, и фактически Солнце в нем движется, и будет двигаться в этом облаке еще несколько десятков тысяч лет, имея относительную скорость около 20 км в секунду. Причем эта скорость направлена под углом к межзвездному облаку, здесь видно, куда она направлена, направление движения, также по отношению к направлению на центр галактики, вот эта голубая стрелка, которая уходит вверх, это направление на галактический центр. Ну и одновременно показано, куда направлены скорости ближайших звезд. Вернее, это могут быть не скорости, я могу расшириться по виду моих порций, но где находятся ближайшие звезды по отношению к этому облаку, чтобы вы видели масштаб явлений. То есть размер этих облаков, они порядка расстояния между соседними звездами. Но само это облако само находится в движении. Вот, оно движется не только вокруг галактики, вокруг центра галактики, но все вокруг центра галактики, оно еще имеет свое собственное движение, примерно перпендикулярно вектору скорости Солнца. Вот, когда мы выйдем из этого местного облака, мы пойдем в гораздо более разреженную среду, температура которой около миллиона градусов. Это ждет нас в ближайшем будущем, в ближайшем будущем, с астрономической точки зрения рассматривать такие интервалы, как 20-30 тысяч лет. Так вот, чтобы характеризовать активную звездную среду, мы должны рассматривать ее, как обычную физическую субстанцию. С теми характеристиками, которые можно измерить, и которые должны как-то приниматься во внимание, когда мы строим физическую модель, физическую картину. Вот, какие самые главные, вот здесь написано три главных характеристики, я прибавил еще четвертые, но оно немножечко в стороне, поэтому самое важное, это три первых. Это химический состав газа, температура газа и плотность газа. И уже как результат совокупности конкретных трех первых характеристик появляется четвертое. В каком состоянии находится газ? А газ, мы сейчас говорим о газе, а о пыли я поговорил позднее. А газ, он может находиться в трех состояниях. Нейтральное, молекулярное состояние и состояние ионизованного газа. Три состояния газа. Ну все-таки начнем все-таки с первой характеристики, химический состав газа. Это самая простая характеристика, потому что газ неплохо перемешанный, химический состав более-менее одинаков в разных местах галактики. Ну вы знаете, что это такое? В кабинете висит? Да, висит. Ну так вот, элементов здесь много. И есть элементы, как живущие, радиоактивные. Они, конечно, быстро распадаются. Но если брать долгоживущие элементы, то в межзвездной среде они существуют все. Все. Но в разном количестве. Самые распространенные элементы межзвездной среды – это два. Дорог и гель. А почему? Ну и что? А самые легкие? Какая разница? Они в первую очередь появились, а все остальные – это продукты жизнедеятельности звездок. Других элементов все в природе не успело образовать в достаточно количестве. Вы же знаете, где рождаются тяжелые элементы? В звездках. Ну вот. А вот водород и гелий имеют в основном космологическое происхождение. Так что наша окружающая Вселенная начиналась в таком состоянии, когда вообще кроме водорода и гелия и очень небольшого количества лития больше никаких элементов не было. А вот сейчас водород и гелий преобладают, они продолжают быть лидирующими по количеству элементами межзвездной среды, как, впрочем, и вещества звезд. Но зато есть примеси других элементов. После водорода и гелия идут два самых распространенных элемента. Это углерод и кислород. Это углерод и кислород. То есть это те элементы, которые как раз рождаются массивными звездами. Но их всё равно по много раз меньше, чем водорода и гелия, поэтому считается, что на доли водорода и гелия по массе приходится 98%. А на всё остальное, все остальные элементы в совокупности вместе взятые не больше двух процентов. Это современное такое состояние межзвездной среды и большинства звезд, которые мы находим. Потому что звезды рождаются из межзвездной среды. Поэтому, если взять такую диаграмму, которая называется пирог, там будет что? Весь межзвездный газ, в основном это водород, гелий и где-то небольшой процент приходится на тяжелые элементы, существенная доля которых упрятана в межзвездной пыли. Потому что пылинки из водорода их не сделают, если нужны более тяжелые элементы. Они есть, но их очень мало. Теперь температура. Вот тут надо сказать, что астрономы пользуются понятиями не совсем обычными для физики. Называя газ холодный, горячий, а есть ещё такое выражение «тёплый газ». Что это такое? Что это означает? Холодный или горячий? Воздух у нас есть холодный или горячий? Холодный. А если я форточку открою? Холодный. Так. Ну хорошо. Да. А ещё более холодный как тогда называть? Хорошо. А горячий тогда что это такое? Туманность ориона – горячий? А давайте я познакомлю вас из терминологии существующей. Для чего это важно? Важно понять, когда мы говорим холодный, горячий и тёплый газ, то этому состоянию соответствуют разные физические состояния газа. Что они самопредставляют? Это то, о чём я говорил раньше – или гликулярные, или атомарные, или ионизованные. Вот. Важно понять, что происходит с атомами при различных температурах. Ну, например, что происходит с атомами, ну пусть это будет водород. Там и остальные элементы. Что произойдёт с атомами водорода, их очень много, температура очень низкая. Совсем низкая, вблизи абсолютно нуля. Ну, даже не нужно дожидаться абсолютного нуля, а атомы водорода, встречаясь друг с другом, очень быстро образуют устойчивые пары. Поэтому водород становится молекулярным. Вот H и двоечка вниз – H2. Это молекулярная водорода. Холодный газ, он становится молекулярным. Не только водородом. В молекулах отсутствуют только вот такие газы, как Геймс. А так, у нас молекул очень много. Сейчас найдено десятки молекул. Десятки разного типа молекул. Это холодный газ. А вот что происходит при температуре, скажем, 10 или 15 тысяч градусов? Что происходит с атомами, тем же водородом или с другими элементами? Атомы как? Что? Кромчат. Ну, энергия движения – это… есть температура, поэтому это уже масло-масляное. Они теряют электронные оболочки. Ведь атом состоит как? Это маленькое яблочко, очень плотное, содержащее основную массу, и одна или несколько электронных оболочек вокруг. Когда… ну, в школе рисуют не оболочки, в школе рисуют, ну, как вот атом положительный, электронный отрицательный, и электронный движется вокруг протона, как планета вокруг Солнца. Это самая такая первая модель была предложена, потом оказалось, что, на самом деле, атомы не могут существовать. Они не такие, на самом деле. Вот. У электронов нет орбид, на самом деле. Ни у одного из электронов орбид нет. Вот. Поэтому физики говорят про электронные оболочки. Тоже условно, но это немножко ближе к истине. То есть это достаточно взмытые конфигурации образуют электроны. Но вот когда атом теряет электронные оболочки, или, если опустить слово «оболочки» в школе не принято, когда атом теряет электроны, то он становится положительно заряженным. Вот положительно заряженный атом называется ион. А газ, который состоит из атом потерявших электронных, называется реализованный грант. А у него еще название другой – плазма. Вот. Поэтому мы говорим так, что при высокой температуре теряются электронные оболочки, теряются атомы, теряются электроны. И если у нас основное количество вещества заключено в виде фронта водорода, то это означает, что водород будет представлять собой протоны, свободно двигающиеся как отдельные частицы, и электроны, свободно двигающиеся как отдельные частицы. Вот такая смесь электронных и протонов – это уже будет полностью ионизованный газ. Хотя полностью ионизованный газ не бывает, потому что всегда какая-то часть ионизованный газ остается метранной. Эонизованный газ реализуется, а потом электроны могут опять присоединяться к атому. И этот противоположный процесс имеет другое название – называется рекомендация. Ну вот, все эти процессы очень важны, чтобы понять, как устроена межвездная среда. Потому что если очень высокая температура… А кстати, я самым главным не сказал, а почему вдруг при высокой температуре атомы теряются? Электроны внутри атома становятся большими, скажите? Электрон приобретает слишком много энергии, и атом уже не может его удержать. А почему вдруг приобретает? Или откуда электрон знает, какая температура газа? Электрон крутится вокруг атома, скажем, как в школе учат. Электроны в атоме ничего не знают в окружающей среде, пока это окружающая среда не проявит себя самым грубым и невесоприятным образом путем удара. Электроны при больших температурах обладают больше энергии, но это относится только к свободным электронам. Те электроны, которые в атоме, их энергия от температуры от окружающей среды вообще не зависит. Они определяются атомными константами, энергетическим уровнем, на котором находятся атомы. Так вот, электроны, ударяясь, сталкиваясь с атомами, передают энергию тем электронам, которые крутятся в атоме, и достаточно большой энергии отрывают их от атома. Потому что сила, с которой притягиваются электроны к протону, она, конечно, если очень сильно ударит по электрону, то он вылетит и покинет атом навсегда. Хорошо. Важен также вопрос, какую температуру имеет межзвездный газ и что нагревает и охлаждает газ. Вот это те вопросы, которые очень важны для того, чтобы понять, что же происходит в межзвездном пространстве. Значит, самые простые свойства, какого газа, у холодного или у горячего? Сразу даю ответ, у горячего. Самая простая среда с точки зрения физики, с точки зрения физических свойств, с точки зрения возможности прогнозировать поведение и эволюцию. Самая простая среда – это полностью ионизованный газ. А что там? Что такое полностью ионизованный газ? Это совокупность отдельных свободных двигающихся частиц ионов и электронов. Вот они как-то движутся, они сталкиваются между собой, они могут объединяться и разрушаться эти пары, могут излучать свет и поглощать свет. Вот здесь нет нерешенных вопросов. Это очень хорошо известный раздел физики, который астрономы всегда используют для того, чтобы понять, в каких же физических условиях рождается принимаемое нашими телескопами излучение межзвездного пространства. Но для того, чтобы горячий газ был полностью ионизован, для водорода требуется 10 000 градусов и более. Но есть атомы, которые содержат больше электронов, а гидро имеет больший горят. Вы знаете, что горят ядра атома пропорционален количеству протонов в гидре. И это количество протонов, чем оно больше, тем больше атомный вес, тем ниже в таблице Менделеева будет находиться этот атом. Поэтому, когда у нас атомы тяжелых элементов имеются, то ионизовать их бывает полностью ионизовать труднее. Там оторвать внешние электроны не требуется большой температуры, а вот чтобы осталось одно ядро, это очень сложно. Поэтому при очень высокой температуре атомы очень тяжелых элементов оказываются лишь частично ионизованные. А частично ионизованные, значит электроны оторваны, но не все. Такие атомы называются частично ионизованные. Например, если у нас атом потерял один электрон, это называется одиннажды ионизованные. Если два электрона, то дважды ионизованные элементы. Если три электрона, то потерял трижды ионизованные элементы. Вот такая терминология широко используется и в физике, и в астрономии. Значит, когда уже температура поднимается 100 000 градусов, 200 000 градусов, 300 000 градусов, 400, то там практически не остается их и тяжелых вакуумов, чтобы они не потеряли все электроны. Самые яркие спектральные линии – это уже наблюдается у газа, который мы называем в астрономии «теплым». «Теплый» – это несколько тысяч градусов. Например, туманность Ориона и все прочие туманности такого типа, считается, они состоят из газа, называемый «теплый». Это 9, 10, 12, 15, 20 тысяч – это теплый газ. Более горячий – это будет горячий газ, а менее холодный. А дальше уже надо смотреть, в каком состоянии газ находится. Что значит высокая температура? Давайте посмотрим, как выглядит определение температуры в атмосфере Земли с высотой. Потому что наша атмосфера делится на несколько слоев, и слои определяются характером изменения температуры с высотой. Но самый нижний слой – атмосфера. Высота тоже. Тепература падает. Мы где-то до вошли, или до 10 километров. Кстати, обращаю внимание, температура. Что это такое – 400-800 кельвинов. Может, это непривычно для школы. Это кельвины. Потому что цель все редко используются в основном. Особенно, когда здесь идёт звёздных, середей, а звёздных. Поэтому, будем считать, что мы комфортно себя чувствуем здесь, в этом зале, при температуре будет 300 градусов. Пусть это у вас не поможет. Значит, температура сначала падает, потом начинает расти. Кстати, почему она начинает расти? Кто знает? Там, чем выше, тем меньше. Там концентрируется озон. Озон. Всеединие кислорода, которое перехватывает ультрафиолет и расчётывает ультрафиолетовое излучение. Слой озона нагревает атмосферу. А дальше температура опять падает, когда озона мало становится. А вот уже дальше идёт термосфера. Там температура всё растёт и растёт. Тоже за счёт кроковолнового излучения, которое приходит от Солнца. Это жёсткий ультрафиолет, рентген. Дело в том, что чем разреженнее среда, тем легче её нагреть. Поэтому при том же самом энергетическом потоке, который пронизывает сырью разной плотности, у вас более высокая температура будет там, где ниже плотность. Поэтому там, на высоте сотен километров, температура становится очень высокой. Там, где летают спутники, там температура может быть около 1000 градусов, а там ещё, если подальше от Земли, там температура уже будет и больше 1000 градусов. Там спрашивается, почему спутники не влажаются, если они движутся в такой горячей среде. При маленькой плотности, при низкой плотности. Теплопроводность маленькая. В возможность передать тепло очень небольшая. Вот не знаю, если кто-нибудь в горах глубоко, высоко жил, то те знают, что там и жара, и холод меньше переносится, чем внизу. Давление меньше, плотность меньше. И поэтому внешняя среда не так сильно диктует организму, какую температуру ему иметь. Поэтому здесь у нас, чем меньше плотность, тем меньше способность среды передавать тепло другим средам, тем же спутникам. Поэтому все космические аппараты, когда они движутся на больших высотах, а в межпланетном пространстве, там это будет температура солнечного ветра, примерно полмиллиона градусов. Они не чувствуют эту температуру. Вот поэтому я этот пример привожу, чтобы вы поняли, что в межпланетном пространстве есть гигантские пузыри очень горячего газа. Есть области очень холодного газа. Но это не значит, что они быстро прогревают. Горячий газ прогревает холодный, а холодный газ охлаждает горячий. Там очень замедленные эти процессы передачи тепла. Теплопроводность очень и очень низка. Там, если передается тепло, только через какие-то, через конвективы и потом между ними есть. Через движение, через движение газа. Не обязательно конвекции. Газ должен двигаться. А просто вот так вот контакт с светом, двух светом не приводит к выравниванию температуры. Очень долго надо ждать, чтобы она выравнивалась. Вот на примере вот этой атмосферы я как раз показал вам, что звездная среда должна состоять из областей разной температуры и не стремиться к выравниванию этой температуры. Вот что так оно и есть. А что еще другое? Есть еще космические лучи, которые создают в будущем больше опасность для космонавтов, допустим, чем просто высокая температура. Это жесткая радиация. Это протоны, это электроны, это альфа-частицы. А кто, знаете, что такое альфа-частицы? Ядра атома гелия. Два протона и два нейтрона, склеенные вместе ядерными силами. Ну вот, все эти частицы высоких энергий, их очень много. Через любую поверхность, площадью один квадратный метр, по всем направлениям пролетает несколько сотен тысяч частиц каждую секунду. То есть межзвездная среда поставила рамочку по квадратным метрам, то каждые сотни тысяч частиц каждую секунду пролетает по разным направлениям. Это непрерывно, то есть межзвездная среда заполнена вот такими жесткой радиацией, быстрыми частицами. И в будущем это может представлять большую проблему для межзвездных людей. Ну вот теперь давайте посмотрим, к чему же приводит появление звезды в газе. Вот звезда здесь изображена как маленькая точечка, маленькая пленочка внутри. Розовая — это облачко газа. Мы до сих пор говорили, что газ реализуется ударами электронов, но есть еще один пункт реализации газа — это когда атом поглощает ультрафиолетные фотоны. И количество энергии, которое потом теряет атом, достаточно для того, чтобы оторвать от атома электронов. Поэтому атомы могут организовываться двумя способами. Этот удар и это поглощение энергичного плана. Вот когда у нас есть звезда, если эта звезда ультрафиолетовая, значит ультрафиолетовых звезд довольно много. Ну что значит ультрафиолетовый? Значит горячий. Вы знаете ли это такой вина? Или не слухарный? А, это включение. Ну, это замечательно. Смотрите, в главе циклопедии, что такое, в википедии, что такое заболевание. Горячая вреда в основном с количеством энергии изучается форму ультрафиолетового звезда. И вот эти ультрафиолетовые кванты, взаимодействие с веществом, приводит к тому, что оно вещество из улиц. Вот такая зона ионизованного вещества возникает вокруг звезды, она называется зона стримгрена. А в научной литературе, в том числе русскоязычной литературе, называется как область, а дальше идет H и 2 римская. Вот что значит H и 2 римская? Вот H это водород. Если после буквы H стоит 1 римская, это значит, это нейтральный водород. А если H и 2 римская, 2 палочки, значит водород ионизованный, у него ни один электрон. А H3 будет что-то? У водородов только один электрон, H3 не бывает. Можно оторвать только один раз. А вот у других элементов, в области 3, 4 и так далее, пожалуйста, все зависит от того. Так вот, все вот такие области типа туманности Ориона, это как раз области с ионизованным водородом. Они, наверное, так называют области ионизованного водорода. Это газ теплый, который ионизован, а вот тот газ, который здесь обозначен H1, мы можем отнести его условно к холодному водороду. Потому что, как правило, температура холодного водорода в межвездном пространстве порядка 100 лет. Есть немножечко более теплые области, но основное количество водорода нейтрального в межвездном пространстве имеет температуру около 100 лет. Это холодный газ. Но это газ атомарный. Есть атомарный, ионизованный и молекулярный. Это атомарный газ. Значит, внутри ионизованный, по краям атомарный. Вот так выглядит то такое облако газа, внутри которого сидит звезда. Ну вот, посмотрим, как выглядят туманности ионизованные. Есть одна туманность, по-моему, называется она Омега. Я попробую, покажу вам, где она находится. Вот, если мы движемся в направлении на церковь галактики, то как раз среди темных пятен ближнего пути есть ряд очень интересных. Это туманность ионизованные. Это туманность значительно больше, чем туманность илона. Здесь вообще красиво мы видим. Это не рисунок, это все подлинные темки. Здесь как раз светится ионизованный газ. А темные вкрапления – это маленькие островка, островки еще не успевшего прогресса. Это медленный процесс, как я вам объяснял. Более холодного газа, который на самом деле является на любых газах. Вот как выглядят эти области вблизи. Или как при фотографировании с хорошим телескопом. Вот это уже более широкоугольная фотография. Здесь мы сейчас приближаемся к той туманности, которая слева. Здесь рядом еще одна. Обращаем внимание на разные цвета. Голубой цвет – это очень часто просто свет, рассеянный пылью, связанный с туманом. Это свет, рассеянный пылью. Он не связан с ионизацией газа. А вот такие вот цвета розовые – это в основном связано с шарфом излучения водорода. Я должен сказать, что различные переходы между энергетическими уровнями могут дать линии излучения самым различным длинным уровнем. Здесь показаны самый нижний энергетический уровень атома водорода. Это второй, третий, четвертый. А вот самый верхний, написано первым, на бесконечность. Туда уже все бесконечное количество уровней помещается в пределах верхнего уровня. Это означает, что если будет атома переданная энергия больше, чем та, которая соответствует этому бесконечному уровню, то атом теряет лицо. Атом со мной не связанного. Ну так вот, когда стрелочки идут вниз, это называется излучение, по-английски эмишен. Поэтому туманцы называются эмиссионные, которые рождают таким образом кванту светлого. А если у нас стрелка уходит вверх и перетекает уровень энергональной бесконечности, это уже реализация, открытый электрон. Так вот, все стрелки, идущие вниз, соответствуют излучению. И чем эта стрелка короче, тем длиннее волна. И вот самое картковолновое излучение, которое может дать водород, это, конечно, излучение с очень высоких уровней до самого низкого. Это уже жесткое ультрафиолетовое излучение. А спектр выглядит как набор линий, линий разных элементов. Разные элементы имеют свои уровни. Вот характерные самые яркие линии эмиссионного спектра туманности. Hα, самая большая линия. Рядом переместился азот. Вот N2, значит, единожды ионизованный азот. S2, это единожды ионизованные серы, внизу написано. С другой стороны, Hδ, Hβ, это все линии, которые связаны с переходом между уровнями атома водорода. А вот когда газ очень горячий, то электроны оторваны от атома. Там не могут быть никаких переходов между уровнями. Там фотоны излучаются по-иному. Фотоны излучают электроны, которые проходят вблизи протона и резко меняют направление своего движения. При этом происходит изменение энергии электрона, которое может сопровождаться излучением фотона. Такие фотоны могут быть очень коротково новыми. Так, например, рождаются фотоны рентгеновского излучения в горячем газе. Эти механизмы нужно иметь в виду, когда мы говорим о излучении среды. Ну вот, а вот то, что касается излучения холодного газа, который имеет очень низкую температуру водорода, то долгое время не могли понять, существует ли такой газ вообще. Потому что он не излучает, он холодный, его не возбуждают удары электронов. Или нет излучения, которое возбудило в холодной среде. Но было предсказано, что такой холодный газ должен излучать в радиодиапазоне. Но длине волны 21 сантиметр. Это теоретическое предсказание было сделано на основе квантовой механики. Именно сейчас именно квантовая механика используется физиками и астрономами для расчета интенсивности длины волн излучения разных атомов в разных средах. И вот теоретически было показано, что атом водорода может рождать вот такие низкоэнергичные кванты, которым соответствует длина волны около 21 сантиметра. Благодаря квантовым свойствам электрона и протона. И вот надо было понять, можно ли узнать, можно ли увидеть, принять это излучение и существующими способами. Это была проблема, которая очень остро стояла в 50-х годах прошлого века. И впервые реальные возможности искать такое излучение были показаны открытым. Вот Баннехюстер, датским физиком в 45-м году, Иосифову в конце 40-х годов. Важно было найти. Вот чтобы найти излучение, предсказанное только диоретически, потребовались довольно большие усилия. Потому что никто не ожидал сильных сигналов. И вот впервые вот такое диоретически предсказанное излучение, на диоретически предсказанной длине волны, было открыто в Америке аспирантом по нашему студентам, который уже кончил основной курс. Это Гарольд Иван, под руководством Эдвардса Парцеля в Гарвардском университете в Соединенных Штатах. Вот он молодой, получил грант 500 долларов на оформление аппаратуры и антенны. Тема его диссертации была поиска излучения звездной среды на волне 21 см. С помощью студентов соорудил антенну рупорную и такой волновод, такой металлический короб. Прямо пришел антенну в радиообсерваторию, в радиоастрономическую лабораторию, где стоят уже принимающие приборы. Все было прекрасно. Правда, все время была проблема, если шел дождь, то затапливал все. Потому что вода прямо шла по этой трубе внутрь здания. Но, тем не менее, все трудности остались позади. И оказалось, что основное количество газа, которое существует в межзвездном пространстве, это действительно атомарный водород, который можно только узнать о его присутствии, в первую очередь по радиоизлучению на волне 21 см. Вот это самая распространенная среда в нашей Калактике. Ну вот, на этом я час получу и отвечу на те вопросы, которые у вас появились. Только громко. Вы показывали презентацию, где был показан солнечный ветер. А почему солнечный ветер идет лучами, а не затроп? Еще раз. Вы показывали видеозапись исхода солнечного ветра от Солнца. Да, да. Почему он идет лучами, а не просто от всего Солнца? Это хороший вопрос. Солнечный ветер связан с магнитными полями. Такую конфигурацию имеет магнитное поле Солнца, оно неоднородное. И потом надо иметь в виду, что источниками солнечного ветра являются некоторые области в атмосфере Солнца, которые называются корональные дыры. Это они выглядят в рентгеновском диапазоне, как темные пятна. И вот именно из них идут основные потоки солнечного ветра. Поэтому солнечный ветер, особенно порывы солнечного ветра, они неоднородно располнены по направлению. Еще вопрос? Да.